Санни Клокворк Особые условия содержания. SCP-450 должен быть закрыт и находиться под охраной всё время, за исключением ежемесячного обслуживания и уборки. Подробности ниже. Любые гражданские лица или сотрудники фонда, вошедшие в SCP-450 в любое время, считаются пропавшими. Никаких попыток поиска предприниматься не должно. Описание. SCP-450 это блок камер смертников в заброшенной федеральной тюрьме. В. Расстояние от входа до камеры для казни примерно 166,5 метров. На стене позади электрического стула имеется сложный узор, нарисованный человеческой кровью. Данный рисунок со временем портится по естественным причинам и должен постоянно обновляться. Тюремный блок населён тем, что считается одной или несколькими враждебными призрачными сущностями. Привлечение внимания указанных сущностей неизменно приводит к фатальным последствиям. Привлечь их внимание может одно из следующих условий. Вход в тюремный блок не через главную дверь. Перемещение со скоростью более 0,25 метров в секунду. Пребывание в тюремном блоке более 20 минут за один заход. Вход в блок более одного раза за 24 часа. Использование любого электрического устройства. Любой звук громче 25 дБ. Персонал, которому поручено поддерживать узор, проинструктирован тихо идти по центру главного коридора в медленном, но постоянном темпе. Поскольку для достижения камеры для казни требуется около 11 минут при максимально безопасной скорости ходьбы. У сотрудника имеется только 3 минуты на работу с рисунком и достаточно времени для того, чтобы безопасно дойти до выхода из блоков. Слуховые и зрительные галлюцинации, включая призрачные голоса, льющиеся из стен кровь и проявления полтергейста считаются нормой. Отсутствие же подобного повода для беспокойства. Персонал рекомендуется не исследовать любые трупы, сверхъестественную активность или гниющие останки. Они хотят только крови. День 2. Цикла содержания 366. Погодите, так вы действительно? Агент Ксавьер Гарсес задал вопрос так же взволнованно и недоверчиво, как и любой новичок, прочитавший надпись на табличке, стоящей на столе. Да, я доктор Альтеклев. Нет, во всех тех историях всё сильно преувеличено. Тоном человека, смирившегося со своей судьбой, ответил мужчина в простом коричневом костюме офицера службы безопасности. Агент Гарсес, почему вы до сих пор в чёрном костюме? Разве отдел реквизиции не выдал вам униформы перед прибытием в зону? «Сэр, нет, сэр», — ответил агент Гарсес, оторвавшись от разглядывания стилизованной таблички, изображавшей музыкальный символ, с которым была связана большая часть мифов, ходивших по организации. Вытянувшись по стойке смирно, как бы обращаясь к сержанту-инструктору, Гарсес продолжил. «Мне сообщили, что униформа и фальшивое удостоверение личности мне выдадут по прибытиям». «Господи боже! Вольно, Гарсес!» Клев поднялся, прошёл через весь старый и мрачный отдел безопасности к горжавому сейфу и открыл дверцу. «Размер у тебя слишком большой, в мой запасной костюм не влезешь, а фальшивых документов у меня нет, так что знаешь что? Переночуешь здесь пару дней, я не хочу, чтобы ты шатался по территории комплекса, пока ты одет, как эти чёртовы люди в чёрном. Нет, ну надо же, реквизиция снова напортачила. Провиант хоть выдали?» «Да, сэр, доктор Клев, он и меня в багажнике». «Да, угадаю, ты приехал сюда на большом чёрном блестящем внедорожнике с номерами другого штата и припарковался снаружи на старой стоянке прямо рядом с моей Тойотой». «Эм, да, сэр, доктор». «Гарсос, это зона, заброшенная федеральная тюрьма с весьма мрачным прошлым. Для охотников за привидениями это место вроде блондинки с табличкой от сосуза бесплатно. А ты, по легенде, в неукомплектованном штате сторожей, которые шугают озабоченных подростков и любителей пощекотать себе нервы, чтобы они не залезали внутрь. Ты знаешь, что случается с людьми, которые сюда залезают?» «Вход в закрытые помещения этого здания так или иначе приводит к смерти. В инструкции сказано, что любой человек, вошедший внутрь, считается пропавшим без вести». Повторил Гарсос по памяти, всё ещё стоя смирно и двигая только квадратной челюстью. «Ну а ты похож на сторожа, а машина у тебя такая же дерьмовая, какая была у сторожа». Клев, хромая, подошёл к высокому молодому парню и сроу прищурил глаза, которые успели повидать больше ужасов, чем некоторые видят за всю свою жизнь. «Нет, я тебе скажу, на кого ты похож. Ты похож на грёбанного новичка, который никак не может врубиться, с чем он связался. Это тебе придётся усвоить побыстрее, если не хочешь сдохнуть тут так же, как и трое других грёбанных новичков, которые проходили практику. Прохалявишь ещё пару раз, пожалеешь, что я не тот дьявол, которого из меня сделал 732-й, потому что тот мужик всадил бы пулю в твою никчёмную задницу и закопал бы тебя на стоянке. Но я не такой. Так что, если ты с этого момента облажаешься хоть ещё раз, ты не просто сдохнешь в 450-м. Врата ада распахнутся так широко, что группе зачистки, которую будет расхлёбывать последствия, придётся подстроить природный катаклизм такого масштаба, что он сотрёт с лица земли три ближайших города. Я понятно излагаю. «Сэр да сэр», — сказал Гарсис безо всякого возражения, глядя поверх лысина доктора Клефа. «Это не армия, агент», — устало вздохнул Клеф и вернулся за стол, намереваясь сочинить для реквизиции, которая отправила к нему нового агента без необходимого снаряжения столь же неприятное письмо. «Эм, простите, доктор», — сказал Гарсис. Не получив ответа, он опустил плечи и присел на заплесневевший твидовый диван. Наконец он вновь заговорил. «А что вы здесь делаете, доктор?» Клеф искосо взглянул на него поверх монитора. «А я на пенсии». День 17 цикла содержания 366. «Я старею», — объяснил Клеф. «Прошло больше 30 лет с того дня, как мы засекретили эту зону. Понимаешь, я был первым, кто сюда забрался, и это я придумал условия содержания». Гарсис не ответил. Теперь он был надлежащим образом одет в простую коричневую униформу. Его взгляд был устремлен вглубь обветшавшего коридора. Шагал он размеренно, спокойно и почти беззвучно по сравнению с шарканьем прихрамывающего доктора со стуком его тростя. Разрабатывая условия содержания, я основывался на сломоновой печати. Решил, что она будет иметь какую-нибудь таинственную власть над тварями, которые сидят в камерах смертников. И кажется, это сработало. Они только однажды вырвались на свободу 7 лет назад, когда один гребаный новичок не успел нарисовать печать на электрическом стуле. Клеф непринужденно продолжил. «Однажды я в шутку закрыл Брайта в зоне содержания. Следующие три месяца везде воняло горелой обезьяньей шкурой. Даже в безопасной зоне. Этот засранец сказал, что когда-нибудь меня за это прикончит. Хе. Славное было времечко. А еще я трахал твою мамку». Гарсис вздохнул и покосился на Клефа. Тот хлопнул его по голени тростью с остальным наконечником. «Не реагируй, Гарсис. Пока идешь здесь, ни на что не реагируй», – прошипел доктор. «Просто пропускай мимо ушей, что я говорю, и давай заканчивать пробную прогулку. Нам сегодня нужно нарисовать еще три штуки. И это задание тебе нужно выполнить идеально, иначе ты умрешь, понял? А теперь давай им. Пошли обратно на старт». Клеф и Гарсис развернулись и молча пошли в конец пустого отделения тюрьмы. Они находились в безопасном крыле здания, которое было достаточно надежным для того, чтобы там можно было вешать электрические лампочки. Запах разложения насквозь пропитал воздух и усиливался по мере приближения к дальней стене, на которой свиной кровью ежедневно рисовали ритуальный символ. Гарсис уже было собрался снова начать путь, как Клеф остановился и поднял руку. Он тяжело дышал, а его рука так сильно стиснула рука и трость, что затряслась. «Вы в порядке, доктор? Вам надо отдохнуть?» Мягко спросил Гарсис. Клеф уставился в мрачный бетонный пол. «Знаешь, я просто думаю, имеет ли это вообще значение?» «Символы. Мы уже 30 лет ежемесячно рисуем их в отделении смертников. Но мне кажется, что этим тварям наплевать на символы, им нужна только кровь». «Доктор, эта прогулка обязательно, агент. Ты должен идти спокойно и не меняя темпа. Не слишком быстро и не слишком медленно. Не смотри по сторонам. Просто зайдешь, намажешь стены кровью и выйдешь. Если сделаешь так, то твари тебя не увидят. Ты выживешь и сможешь сделать то же самое на следующий месяц. Может, попозже получишь назначение на что-нибудь менее хреновое». «Да, доктор. Вам надо отдохнуть?» «Нет-нет. Мне надо только придумать что-нибудь новенькое, чтобы помучать тебя, пока ты будешь проводить ритуал. Что-нибудь реально клевое. Лицо Клефа перерезала кривая улыбка. Пойдем уже». Следующие четыре часа Клеф без остановки пел йодлем. Гарсесу успешно удалось завершить пробную прогулку. День 30, цикл содержания 366. Доктор и агент стояли на пороге отделения смертников. За их спинами в безопасной зоне ослепительно сияли прожекторы. И фигуры мужчин отбрасывали резкие тени на стальные двери с кровавым символом, за которым в кромешной темноте лежал путь к камере казни. Гарсес сжимал в руке белое пластмассовое ведерко с кистью и тремя пакетами крови, которые во время очередной донорской субботы щедро пожертвовали жители ближайшего города. «Что, если они все равно нападут?» Наконец спросил Гарсес, безучастно глядя на дверь. «Не нападут, Ксавьер. А если и нападут, обещаю, я закончу работу, мы их удержим». Клеф провел ключ карты по электронному замку, и перед ними распахнулись стальные двери. Из непроглядной тьмы отделение смертников вырывалась невнятная скороговорка голосов. На расстоянии в 166 метров от входа едва виднелась приоткрытая дверь камеры казни, слабо освещенная мощными прожекторами за спинами людей. «Кажется, все нормально». Клеф кивнул, когда двери каждой камеры по левую сторону от коридора начали хлопать синхронно, открываясь и закрываясь. «Давай, парень, пошел». Помни, рисунок не важен, главное – прогулка. Когда Гарсис шагнул во тьму, его дыхание было спокойным и размеренным. Клеф смотрел, как его партнер быстро прошел мимо останков агента, который три года назад не смог выполнить задание идеально. Пройдя по коридору 73 ярда, Гарсис вдруг повернул голову к камере и воскликнул. «Мама». И сразу же его тело дернулось вбок и начало биться о ржавый металл закрытой камеры раз за разом, пока, наконец, нечто внутри камеры не втащило его внутрь между прутьями решетки, покрытыми запекшейся кровью. Клеф сузил глаза и скривился. Ему действительно казалось, что Гарсис справится. 22 июня 2000 года, 19 часов 53 минуты. Клеф шел, сунув трость под мышку. В другой руке он нес белое пластмассовое ведерко и помахивал им в такт размеренным шагам. Ровно через 11 минут он дошел до старого электрического стула, который дребезжал и трясся на подставке. За исключением провала Гарсиса, все шло нормально. Клеф присел на корточке рядом с подрагивающим электрическим стулом и проверил содержимое ведерко. Пока Гарсиса утаскивали в камеру, два пакета с кровью порвались. Обернувшись в первый раз за всю дорогу, Клеф различил цепочку кровавых следов, которые он за собой оставил. Клеф поджал губы. Одного пакета крови не хватит, чтобы начертить сдерживающие символы, которые он придумал 30 лет назад. Он полез в карман брюк и вынул оттуда старый охотничий нож, подаренный ему Дмитрием после отпуска в Тикуане. Клеф закатил рукав, приложил лезвие к запястью и сосредоточился на задании. Он сомневался, что ему хватит времени, чтобы выбраться отсюда после этого. День 1. Циклосодержание 367. Доктор Ясни сидел в отделе безопасности перед ноутбуком доктора Клефа. Чувствовал он себя неловко. Индикатор выполнения медленно заполнялся. Фотографии, прилагаемые к отчету для Совета О5, были очень высокого качества. Подтверждено, что агент Ксавьер Гарсис погиб во время исполнения особых условий содержания приблизительно в 19.42. Прилагаемая фотография «Инцидент 450-34А» была сделана научным сотрудником Дарингом с порога камеры SCP-450. По-видимому, доктор Клеф лично завершил исполнение условий содержания собственной крови. На задней стене камеры казни, поверх стершихся символов содержания, доктор Клеф оставил приметную надпись «Давайте забирайте, мудаки». Сущности, обитающие внутри SCP-450, не вырвались на свободу. Это, судя по всему, подтверждает недавнюю гипотезу доктора Клефа о том, что специальные символы необязательны для сдерживания. Сущности будут сдерживаться, если на стене камеры казни нанести человеческую кровь. На прилагаемой фотографии «Инцидент 450-34Б» запечатлен пол перед электрическим стулом. С данного угла сложно различить, что находится на полу, но мы полагаем, что это многочисленные отпечатки рук и большой чистый участок в форме человеческого тела. Местонахождение доктора Клефа неизвестно, он считается погибшим. Субтитры создавал DimaTorzok